Добрый день 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 КОНЕЦ Фея внешности КОНЕЦ КОНЕЦ Фея искренности КОНЕЦ Фея щедрости КОНЕЦ Фея 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Фея падающая канарейка СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Вариация весны из балета Глазунова времена года. Вариация весны из балета Глазунова. Вариация весны из балета Глазунова. Вариация весны из балета Глазунова. Это великий композитор рубежа веков 19-го и 20-го. Он подхватил вслед за Чайковским эту любовь к русскому балету и продолжал ее. Мы сейчас с вами будем смотреть удивительный, нежный и лирический номер из его балета Раймонда. Легенда, положенная в основу этого балета, поэтично и красиво. Раймонда, юная принцесса, ждет своего жениха, рыцаря Жанна де Бриена. И день свадьбы определен, и между молодыми уже все договорено, но долг зовет его, и Жан де Бриен вынужден уехать на войну. Конечно же, Раймонда будет ждать его, и, конечно же, множество приключений случится. Ну, например, в замок приедет волшебник с востока Абдурахман и решит, что юная Раймонда ждет именно его. И за колдовскими чарами околдует всех, чтобы они разрешили свадьбу ему с юной Раймондой. И только вовремя вернувшийся рыцарь и честный поединок восстановят справедливость. И это будет финал второго действия. Но в балете еще третье действие. Это большая свадьба Раймонда и Жанна де Бриена. Ну что ж, мы с вами отправляемся в этот балет и смотрим вариацию Раймонды. Раймонда и Жанна Раймонда и Жанна Садистка Марина Пеньковская Ну а сейчас танец Ранзеи и Рапчат из балета Цезаря Пуни «Дочь фараона». Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Солистка Мария Тищенко КОНЕЦ Ну что ж, если мы с вами начинали с самого лирического балета «Спящие красавицы», то в финале нашей сегодняшней встречи, пожалуй, будет балет самый красочный. И балет, который написан о детях, но исполнять его, конечно же, по силу только большим мастерам. Поэтому не скупитесь на аплодисменты и поддерживайте наших юных артистов, ведь они очень стараются. Вы как стараются, да? Молодцы! Речь идет о балете Джозефа Байера «Фея кукол». Сюжет этого балета очень прост, очень. Лавочка, продающая игрушки. Каждый, кто заходит, выбирает игрушку, куклу, машинку, паровозик. Кто-то, малыш, слушается маму, кто-то капризничает и тянет этих кукол. И вдруг в один прекрасный день заходит богатый фабрикант и просит отложить ему самую красивую куклу, фею кукол. Но только он не заберет ее сегодня, пусть она полежит, а завтра ее упакуют в красивую коробку с самой роскошной лентой и повезут на день рождения его дочери. Конечно же, хозяин магазина согласен, принимает оплату и закрывает свою лавочку до завтра. А с ночи начинается самое интересное. Вдруг все куклы и игрушки оживают и оказываются не просто игрушками, а самыми настоящими друзьями и подружками этой самой лучшей куклы, феи кукол. Они устраивают в честь своей подруги прощальный бал. Каждая из них танцует для нее, они танцуют вместе, веселятся, ведь это их праздничный бал. И отправившись утром в фея кукол, это значит, что следующим утром кто-то из фей будет назначена новая красивая кукла. Итак, отправляемся в волшебную лавочку. Лавочка закрыта, звезды на небе, и бал начинается, бал в самом разгаре. Джозеф Пайер, фея кукол. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА Продолжение следует...